Злой дух, искуситель, лукавый, князь бесовский, князь тьмы, отец лжи, вельзевул, человека-убийца. Этими и другими именами священное описание описывает разные грани природы и характера духа, ставшего врагом бога, ангелов и людей. В Библии говорится, что до своего восстания дьявол носил имя Хейлель, что буквально означает «утренняя звезда», в русском переводе «деница», а на латыни «люцифер» или «светоносный». Это имя передает его уникальный статус среди всех ангелов. Он был ближе всех к богу и занимал самое высокое положение среди сотворенных существ. Именно это и стало отправной точкой его восстания против Творца. Только после этого он получил писательное имя «Сатан», что по-еврейски значит «противник», или «Диаболос», что по-гречески значит «клеветник». Весь процесс грехопадения этого высшего ангела детально описан в Библии. Представлений о сатане, о дьяволе существует у людей очень много. Начиная от с рогами, с копытами, с вилами и всем остальным, до заканчивая современными точками зрения, что это бунтарь, тот, кто восстал. То есть, получается, от страшного чудовища до революционера. Библия, как раз, не говорит ни об одном, ни о другом. Вот что говорит о дьяволе Господь Иисус Христос в Евангелии от Иоанна, глава 8. «Он был человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец, и отец лжи». А также в 10 главе Евангелия от Луки «Я видел сатану, спадшего с неба, как молнию». Из слова Иисуса напрашивается три вывода. Первый. Дьявол – реальная личность. Второй. Он когда-то был в истине, но оставил ее и пошел иным путем, путем лжи и смерти. И третий. Он пал с небес. Иван Богослов у книги «Відкриття» замальовывает нам противостояние, войну, которая произошла на небе. И мы узнаем о том, что князь Михаил, который представляет Бога, противостоит и победит в войне Люцифера, дьявола, который в конце концов скинутый на землю. И, на жаль, одна третина небесных ангелев скинута разом с Люцифером и дьяволом. Они перебывают на земле, они перебывают на планете Земля. И это те силы, которые библейной мовой названы силами темрявой, злыми ангелами-бесами. Появление дьявола – одно из самых труднообъяснимых событий в мире, сотворенным благим Богом. С чего все началось? Какие претензии у Люцифера могли возникнуть к Творцу? Почему Бог не уничтожил его сразу? Еще более трудно объяснить причину того, почему всемогущий Господь позволил ему творить свои кровавые дела на протяжении многих тысячелетий. Почему, если Иисус нанес ему поражение, он продолжает жить и бесчинствовать до сегодняшнего дня? И, наконец, когда и чем закончится эта великая брань между добром и злом? Итак, мы снова в студии. Мы только что с вами просмотрели короткий видеосюжет, в котором мы провели небольшое расследование с нашей группой. Итак, с одной стороны, получается, что сотворение дьявола, или появление, точнее сказать, дьявола – одно из самых труднообъяснимых событий в мире. С другой стороны, оно является чуть ли его присутствие, его наличие чуть ли не единственным рациональным или логическим объяснением того, что происходит в мире. И главный вопрос, как мне кажется, на мой взгляд, это понять, как уживаются, если так можно выразиться, любовь Бога и присутствие зла в этом мире. Итак, давайте рассмотрим концепцию великой борьбы для начала вне Библии. То есть, что нам свидетельствует о том, что великая борьба, она все-таки присутствует? Какие доказательства ее существования в нашей жизни? Ведь сегодня очень популярными есть религиозные системы, которые говорят о том, что добро и зло существуют в Боге с самого начала. Так уже строен мир, не пытайтесь это объяснить. Я думаю, все мы глубоко убеждены, что самая величайшая реальность нашей реальной жизни – это великая борьба, борьба между добром и злом. Рассматривая широкую панораму истории человечества, мы видим кровавые сцены войн, насилия, то, что мы называем злом. И вот эта идея человек пытается выразить в сказках, мы знаем, даже самые маленькие дети, читая сказки о добре и зле, и в конечном итоге победе добра над злом. Он ярко показывает, что человеку знакомо, понятно, что такое добро и зло. Более того, я хотел бы еще обратить внимание, что каждый из нас знаком с таким пониманием, как угрызение совести. Что это такое? Что это такое совесть, которая четко, как индикатор, нравственный индикатор в человеке, она показывает, что такое хорошо и что такое плохо. Специалисты говорят о том, что все народы, независимо от географического расположения, имеют почти одинаковое базовое понимание о том, что такое хорошо и что такое плохо. И более конкретное понимание, безусловно, открывает нам священное писание. Но само понимание человечеством добра и зла, этот внутренний конфликт, который происходит, ярко нам говорят о том, что великая борьба – это реальность. Благодарю вас. Наверное, еще можно добавить о том, что, наверное, каждый человек видит свои внутренние противоречия. Есть понимание того, что я должен сделать, чего я хочу сделать и чего я не могу сделать. Мы видим эту борьбу, которая есть в взаимоотношениях. Ведь нет идеальных взаимоотношений. Даже близкие люди, муж и жена, часто испытывают на себе определенное трение, давление. Мы видим о том, что мир природы также на себе испытывает определенную борьбу, где есть гибель, где есть смерть. Но и сама жизнь человека, есть рождение как добро и смерть, как то злое, которое человечество не может принять и не может согласиться. По сути, человечество знает, что борьба происходит. Возможно, она не знает, почему она происходит, кто является причиной этой борьбы и чем она закончится. Но борьба, она проходит через всю нашу жизнь. И люди где-то догадываются об этом и понимают, что она существует. То есть даже на уровне каких-то положительных и негативных эмоций мы можем сказать, что вот это приносит мне благо и располагает мое сердце к комфорту. А вот это вот точно зло, чего я пытаюсь сторониться. Скоро вы увидите. И он говорит, я был свидетелем, как дьявол упал с неба. Благодарю вас. Давайте вернемся к библейским текстам. Мы в нашем видеосюжете нашли эту мысль в богословии о том, что всякое, то есть вот падение, грехопадение Люцифера, как ангела, описано в Библии. А именно, мы не упоминали там, но сейчас я об этом скажу, в Исаии и в Иезакии. Там нет прямого упоминания о том, что это идет речь именно о Люцифере. Что нам сегодня может сказать о том, что это действительно так? Что нас может убедить в этом, чтобы мы, читая или мы, или наши зрители, читая эти тексты, могли с уверенностью сказать, что да, эти тексты действительно о Люцифере. Книга из Икилия, 28 глава, да, мы возьмем. Прежде чем мы посмотрим на некоторые моменты, которые говорят о том, что здесь речь идет о Люцифере, важно отметить, что Бог создавал сатану. Потому что если Бог создал сатану, то он, значит, себе имеет начало зла. А Библия говорит, что Бог есть любовь, Бог все, что создавал, сказал, что это все хорошо весьма. Поэтому изначально при творении Бог не создал добро и зло, как некий баланс во Вселенной. Бог создал добро. А зло уже появляется совершенно по другой причине. Когда же мы смотрим на книгу Иезекииля, то мы видим, что здесь описывается изначально цартирский. Но используется образ этого гордого надменного царя, который любил богатство, любил власть, который был очень надменным. И современники пророка Иезекииля знали хитрость этого царя, который занимался обширной торговлей, очень разбогателый нечестными путями. И поэтому Иезекииль привязывает известный образ известного царя к образу Люцифера. Откуда мы знаем, что он говорит о Люцифере? Ну, во-первых, он говорит, что он херувим здесь, помазанный херувим. Вряд ли царя Тирского будут называть херувимом. Здесь он говорит о месте его обитания. Он говорит, находился в Эдеме, на горе Божьей. То есть Эдем – это место от арай, это место присутствия Господа. То есть мы видим о том, что он ходил среди огнистых камней, то есть особое место возле Божьего престола. То есть вот эти небольшие намеки нам помогают понять, что в данном случае он не использует буквально царя Тирского, но и берет его образ и переносит именно на врага, который восстал против Господа. Тот же самый пример, как и Иезекииль использует Исаия. Он берет образ Вавилонского царя. Опять же, его хитрость, его надменность, его определенные замыслы. И приводит определенный такой прием на основании исторического персонажа показать другого человека, который стоит, или не человека, даже личность, который стоит за Вавилонским царем, за царем Тирским, что управляет вот этими замыслами коварными. Не сам даже этот человек, но он является частью великой борьбы. И кукловодом этой борьбы является вот Лицефер. Благодарю вас. То есть, а вот этот прием вообще, он в Библии используется в отношении только Лицефера, или это, в принципе, распространенный принцип библейский, когда за какой-то одной личностью скрывается другая? Дело в том, что как Люцифер, как ангелы, и также и Бог, они невидимы нашими плотскими глазами. Поэтому Бог, применяя такой прием, невидимый мир показывает видимых образов. Если Господь увидел, что действительно начальник Тирский лучше всего отражает своего невидимого вдохновителя, то вот именно в его характере Бог и раскрывает характер невидимого Лицефера. То есть, это была иллюстрация, фактически, которая подходила? Да, и Библия часто это использует. Хорошо, исходя из этих текстов, что мы узнаем о грехопадении Лицефера? Что же за грешная идея возникла у него? То есть, чего он хотел? И что повлекло за собой вот это вот его падение? Знаете, мы уже рассматривали эту идею в программе об Архангеле Михаиле. Дело в том, что невидимый Бог, он должен как-то проявлять себя в видимой вселенной. Поэтому к ангелам невидимый, запредельный, трансцендентный Бог явился в имманентном образе, как мы уже рассматривали, Архангела Михаила. И мы читаем, что Люцифер тоже был один из высших ангелов. Поэтому задача творения поверить в то, что внешне такой же, как и я, все-таки является тем, кому нужно поклоняться. Это то же самое, что было и в Израиле. И когда Бог пришел видеть человека, то постоянно у священника, первосвященника и у идеи возникал вопрос, а может ли вот этот действительно быть равным Богу? Поэтому Люцифер пошел против того, кто внешне был, весьма напоминал его. У них даже в чем-то имена похожи. Если мы прочитаем Люцифер назван Деницей, утренней зарей, то в 22 главе книги Откровения мы читаем об Иисусе Христе следующие слова. «Я Иисус, я есмь корень и потомок Давида, звезда светлая и утренняя». То есть Библия тоже намекает, что где-то как-то даже имена были похожи. Поэтому у Люцифера возник вопрос, почему нужно подчиняться тому, кто весьма на тебя похож. Поэтому Бог, когда проникает в творение, это уже со стороны Божьей риск, что творение должно, глядя на Него проявленного, все-таки понимать, что Он Бог. Бог создал существа по своему образу и подобию, как людей, так ангелов, херувимов, серафимов. Образ Бога проявился в том, что существа, которые были созданы Господом, имеют интеллект, имеют чувства и имеют свободу выбора. Поэтому Люцифер, как свободная личность, оказался перед выбором принимать то, что Бог ему дал, и согласиться с тем статусом, который он имеет. Хотя статус был самый высший из всех творений. Но у Люцифера появилось ощущение несправедливости. Он себя посчитал более достойным. А Бог ошибся в том статусе, в котором его создал. И поэтому мы читаем у Исаии в 14 главе. В сердце нам Исаия показывает, что же происходило внутри этого существа. Как родилось это чувство несправедливости по отношению к Богу. Что Бог несправедлив. Говорил в сердце своем. «Зайду на небо, выше звезд Божьих вознесу престол мой, сяду на горе соми богов на краю севера». Он имел престол. То есть у него была власть. У него был свой статус. Но он посчитал, что этот статус не достоин его. Его статус выше. Он претендовал на статус Бога. А Бог провел определенную черту, где показал. Да, вы близки ко мне, но есть грань, которая отделяет творение от Творца. И он принять это никак не мог. Если как бы суммировать эту идею, то я бы хотел сказать такую мысль, что на самом же деле вся великая борьба сконцентрирована вокруг идеи поклонения. Единственный во вселенной, кто имел право принимать поклонение, это был Господь, это был Михаил. И Люцифер при всей своей власти единственное, чего был лишен, это принимать поклонение. Поэтому фактически сесть на престоле Бога, это не просто желание посидеть в кресле, где сидит Бог. А фактически он хотел, чтобы к нему приходили на поклонение, как приходили к Богу. Вот вокруг чего вся эта великая драма. А только тут вопрос в том, что поклонение Богу, это не поклонение, потому что Бог тиран, или президент, или правитель. Или это наивысшее его миронаслаждение. Да, это поклонение любви. Бог есть любовь. Поэтому, когда небесные существа понимают и видят любовь Божию, у них, естественно, появляется желание поклониться такой любви. Люцифер же хотел другого поклонения. Мы читаем в Писании, что он не имел любви. В сердце он имел гордыню, в сердце он имел тщеславие. И он считал, что нужно поклоняться его тщеславию и гордыне. Это две разные вещи. Наверное, важно отметить, да, и для наших зрителей, что вообще понимание, как зародился грех в сердце Люцифера, это великая тайна. Скоро вы увидите. По сути, действительно, как революционер выступил. Он не против Бога. Он говорит, я не отвергаю Бога. С законом что-то проблемы, да? В сердце появилось беззаконие. То есть желание как-то убрать, подкорректировать Божью волю. Почему Бог позволяет этим мыслям развиваться? Ведь Он всезнающий, всеведущий. Он видит, что это происходит с Ним. Почему Он дает возможность развиться этим мыслям, которые приводят к открытому восстанию против Бога? Почему Он как-то вот в корне эти мысли не останавливает и не искореняет? Действительно, у Люцифера появилась реакция на любовь. И вот это загадка. Ведь Бог не требует ничего. Просто Он требует нормальной реакции на любовь. То есть любовь, взаимная любовь. И почему Люцифер не захотел иметь ничего общего с этой любовью? Ведь каждый из нас, если кто-то к нему проявляет любовь, то появляется нормальное чувство. Никто не будет враждовать против любви. Никто не отвергает любовь. И почему Люцифер пошел против любви, которая его грела и приблизила, это остается загадкой. Но здесь важный момент, что отметить, что Бог уважает свободу выбора. Для Бога это очень важный, очень, наверное, священный момент в творении. Поэтому мы на себя ощущаем влияние греха. И где-то мы хотим проявить где-то жесткость, где-то запретить, но Бог... Проявить свой авторитет. Да, да, авторитет. А Бог совершенно по-другому. То есть мы бы хотели, чтобы сразу же на корню уничтожил, убрал, удалил бы, сделал бы операцию в разуме Люцифера, и все. Но Бог понимает, что вот в этом и есть как раз вся хрупкость воли. Забери волю, забери свободу. Даже пусть это будет свобода или выбор неправильный, но тогда мир глобально изменится. И вся Вселенная, все Царство Божие, которое строилось на любви и на свободе, оно кардинально изменится. И, в принципе, превратится в то царство, которое Люцифер потом будет предлагать людям. Он будет говорить о красивой обертке, а на самом деле это будет диктатура, где он будет как марионетками управлять людьми. Хорошо, я понимаю, что касается Люцифера, когда Бог позволяет ему вот этим мыслям развиваться, как свобода выбора. Но ведь вопрос же стоял и в других ангелах. То есть мы знаем, что вместе с Люцифером на землю была свержена треть ангела в небесе. То есть он очерняет Бога, он говорит о том, что Господь несправедлив, и Бог тоже позволяет этому действию быть. То есть вопрос стоит не только жизни Люцифера, а вопрос стоит жизни других небожителей, то есть их участи. Да, совершенно верно. Но любовь развивается только в атмосфере свободы. Лишите свободы существ, как вы лишаетесь вот такого отклика любви. Поэтому Господь позволяет, позволяет Люциферу явить свой характер, потому что если бы изначально на корню он уничтожил вот эту идею вместе с Люцифером, то тем самым он утвердил бы в сознании всех ангелов, что действительно Люцифер прав. И поэтому у Господа не было другого варианта, как утвердить свой престол или же свое правление, основанное на любви и справедливости, дать возможность развиться этой мысли и в конечном итоге отрезать эту идею, когда вся вселенная убедится, что Бог есть справедливый, что Бог есть любовь. Бог знал, чем закончится восстание Люцифера. Наверное, сам Люцифер до конца не понимал последствий вот его борьбы за справедливость, так скажем. По сути, действительно, как революционер выступил. Он не против Бога, он говорит, я не отвергаю Бога. С законом что-то проблемы, да, в сердце появилось беззаконие, то есть желание как-то убрать, подкорректировать Божью волю. Но только Бог во вселенной, всемогущий и сильный, знающий будущее, видел, какие катастрофические процессы произойдут, если вселенная утвердится на этих принципах. И поэтому он допускает, чтобы вселенную видела. Потому что, как Ева и Адам, когда им сказал, что вы будете знать добро и зло, они приняли это как шоколад, как конфету, что-то хорошее, добро и зло. Мы с вами знаем, что такое зло. Поэтому, наверное, Бог и допустил процесс весь этот с той целью, чтобы в будущем, во вселенной, в вечности не появилось второго Люцифера, третьего, четвертого, пятого, который бы где-то зародилась мысль, а может быть, все-таки Бог несправедливый. Поэтому Бог идет сейчас на жертвы, и самая большая жертва – это сыны, которые умирают на Голгофском кресте, чтобы в будущем во вселенной больше никогда не появилось подобного восстания. Скоро вы увидите. Весь этот период умирают люди. Весь этот период на земле происходит страдание и зло. Почему Господь так долго ждет? Благодарю вас, уважаемые гости, за то, что вы так обширно представили концепцию борьбы между Богом и Люцифером в небесных обителях. Сейчас я хотел бы поговорить о том, как эта борьба относится к нам лично, как эта борьба связана с Иисусом Христом, с Его смертью, воскресением. И об этом я предлагаю поговорить после небольшой паузы. Оставайтесь с нами. Вера, основанная на библейских фактах и многовековых традициях. Надежда, побеждающая смерть и опережающая время. Любовь, меняющая жизнь и дарующая вечность. Все это вы найдете в уроках «Верую». Звоните и заказывайте уже сегодня. Мы снова в студии. Вы смотрите программу «Удивительные факты» второй сезон. Сегодня мы говорим о причинах возникновения вселенского конфликта между Богом и одним из его творений и о течении этого конфликта через всю историю человечества. Мы приглашаем вас посетить наш сайт biblefact.info, где вы сможете ознакомиться с другими выпусками, а также через контакт-центр совершенно бесплатно заказать уроки «Удивительные факты 2» для более детального изучения тем, которые мы поднимаем в нашей программе. Итак, мы закончили на том, что мы переместились с вами в наших размышлениях, в нашей дискуссии на землю, на великую борьбу, которая происходит уже непосредственно здесь, на земле. Перед тем, как продолжить нашу дискуссию, я хотел бы представить вашему вниманию мнение одного из экспертов. Это специалист по иудео-христианским отношениям Александр Болотников. Внимание на экран. В удаизме, в частности, имя Сатана встречается в истории о том, как Авраам приносил жертву Исаака. В частности, когда оба они направились из Бейершевы на гору Мурия, написано в Агаде, в Медрашах, что Сатана сначала явился Аврааму в виде юноши и пытался посеять в нем сомнение в том, что это Бог ему сказал, что надо вот это сделать. Потом Сатана явился Исааку в виде уже старца. И он Исааку тоже пытался рассказать. Вот ты посмотри, твой отец старик, выживший из ума. Сатана, неужели ты не понимаешь, что вот это вот вы идете приносить Агнца? Так Агнец это ты, тебя принесет твой отец. И вот это вот единственный раз мы видим эту историю, появляется конкретно понятие Сатана, появляется его деятельность против Божьей воли. И эта история чем-то напоминает ту борьбу, которая была у Иисуса с Сатаной во время его сорокадневного поста в Иудейской пустыне после крещения. Итак, мы уже частично касались этого вопроса. Вот Сергей Молчанов говорил о том, что Михаил, именно борьба разразилась с Люцифером и Михаилом в том, что он был похож на него, то есть Бог явил себя в творении. Мы уже в прошлой нашей программе «Архангел Михаил и война на небе» касались того момента, что Земля стала плацдармом для великой борьбы из-за грехопадения первых людей. Но мы читаем в 12 главе, что произошла на небе война, когда Михаил сбросил Люцифера на землю с третью ангелов. Когда это произошло? Это произошло до грехопадения в Эдеме? Или это уже произошло после Эдема, во время Давида или во время Христа? Когда это произошло в этот период? Если мы рассматриваем хронологические цепи, эти события, то книга «Откровение» в 12 главе повествует, что после того, когда Голгофа имела место и Иисус вознесся на небо, в это время происходит вот эта борьба, и Люцифер вместе со своими ангелами сбрасываются на землю. Почему? Окончательно сбрасываются. Да, окончательно, потому что до этого времени он имел определенный доступ во Вселенной, он имел и продолжал совершать вот эту клеветническую деятельность против Бога, но Голгофа сняла маску с Люцифера, и он был открыт пред всей Вселенной. И поэтому далее апостол Павел эту же самую идею подтверждает и говорит о том, что умиротворение во Вселенной происходит после Голгофа. Вот я считаю эту мысль, позвольте, и чтобы посредством его примирить с собою все, умиротворил через него кровью креста его и земное и небесное. То есть на небе, в сердцах ангелов, которые еще, может быть, не определились окончательно, не определились на какую сторону занять, происходит умиротворение. Открывается Божья любовь, и крест, который был орудием смерти Иисуса, становится бумерангом, который фактически убивает самого Люцифера. Благодарю вас. Вот вы знаете, мы когда думаем, когда рассматриваем концепцию борьбы на земле, то возникает вопрос, что все происходит как бы между Богом, Люцифером, куда вовлечены ангелы. А земля как немного проходящее такое место, потому что ведь грехопадение в Эдеме произошло много тысяч лет назад смерть Иисуса Христа на кресте разрешила проблему между Люцифером и Христом, то есть и показала, кто есть Бог и кто есть Люцифер, как вы только что сказали, сорвала как бы символически маску. А вот весь этот период умирают люди. Весь этот период на земле происходит страдание и зло. Почему Господь так долго ждет? Знаете, даже в юриспруденции есть такое понятие, что зло должно себя проявить. Есть следственные эксперименты, другие вещи, на основании которых уже окончательно судебная инстанция должна убедиться, к чему та или иная мысль, может быть, у того же преступника привела. Поэтому я думаю, Бог все-таки до конца решил проявиться злу не только в Люцифере, а в людях, которые за ним идут. Потому что еще в первом веке люди не дошли до ядерного оружия. В первом веке люди еще не дошли до Освенцима. Поэтому вся Вселенная должна увидеть не только характер Люцифера, она должна до конца увидеть характер тех, кто за ним идет. И вот то, что произошло в 20-м, в 21-м веке, это откровение зла в людях, которое побуждает в них Люцифер. Это, наверное, много о чем для Вселенной скажет. Можно сказать, что до Креста Господь дал возможность определиться Вселенной. После Голгофского Креста Господь дает возможность определиться людям. Каждый человек должен для себя определиться, на какую сторону придет. После Голгофского Креста люди должны выбрать, быть с Иисусом или быть вне Иисуса. А для этого люди должны узнать, кто такой Иисус. Поэтому и проповедуется Евангелие, в котором возвещается, что есть на небе война, произошла, что есть добро и зло. И каждый, кто выберет Иисуса, может обрести спасение. Мы еще должны понимать о том, что Бог на мир смотрит по-другому. Ведь для нас смерть – это как самая величайшая трагедия здесь на Земле. А для Бога это еще не совсем та величайшая трагедия, потому что Бог говорит, что мертвые воскреснут. И праведные, и неправедные воскреснут. Наступит такой момент во Вселенной. Поэтому для Бога конечной катастрофой будет последний суд, который он будет совершать. Поэтому сейчас Бог дает возможность, чтобы все люди могли определиться, покаяться и прийти к Господу. Поэтому о Христе должны узнать. Поэтому и задача церкви – проповедовать, чтобы как можно больше людей смогли сделать этот правильный выбор. Как сделала Вселенная, теперь должна была сделать и Земля. То есть фактически это происходило же локально, да, смерть Иисуса Христа, а по всему миру находились еще люди, которые должны были... Вообще даже не знали, да. Мы видим исторически, что как раз в Средние века то христианство, к сожалению, до конца не раскрывало Христа. Поэтому, наверное, Бог еще решил, чтобы наступил момент, когда Христос в проповеди Евангелия будет открыт во всей полноте. Неискаженно, как это иногда было в Средневековье, где христианство допускало инквизиции и другие вещи. То как можно было увидеть в таких действиях церкви Христа? Бог ставит поэтому и нам точку, и говорит Евангелие Матфея 24 глава 14 стих, и будет проповедено Евангелие Царства во всей Вселенной, и тогда придет конец. Вот конечная точка в том, чтобы люди все узнали о Христианстве. Скоро вы увидите... Если Бог добрый, почему Яну Крестителю отрубили голову? Почему апостолу Павлу отрубили голову? Ну тогда вопрос, почему распяли Сына Божьего Иисуса Христа? Спасибо. На этот вопрос, я думаю, получил, как и наши телезрители, утвердительный ответ и весьма понятный. Давайте вернемся к смерти Иисуса Христа. Каким образом Его воплощение, Его смерть, Его воскресение, каким образом они разрешили суть этого конфликта? Потому что мы говорим сегодня о том, что это было решение, эта смерть примирила с собой, как Валерий сказал, земное и небесное. А что такого произошло? Что вот произошло вот в этой смерти, что позволило решить этот конфликт и поставить в нем точку? Один из значимых событий на Голгофе произошло, мы сказали, как бы символическое снятие маски. Если бы изначально Бог объявил во Вселенной, что это существо, уважаемое, наделенное властью, замыслило убить Иисуса Христа, кто бы в это поверил? Сына Божьего. Да, Сына Божьего, Творца, Создателя. И поэтому Голгофа открыла истинный характер дьявола, что по сути своей он действительно хотел убить. Иисус сказал, он был человекоубийца от начала. Вот, второй момент. Любовь Господа была подвержена под сомнение Люцифером. И Бог был представлен как авторитарная личность. И многие небесные существа до конца все-таки не понимали, а кто же на самом деле Бог. И поэтому Голгофа – это самое яркое откровение во Вселенной о Божьей любви. Когда, как некоторые богословы сказали, что на Голгофе Бог вывернул свои карманы. То есть он показал при всей Вселенной всю суть своего естества, что ради своего творения, ради гармонии во Вселенной, он готов пойти на такую жертву, пойти на смерть. То есть вся суть вопроса, который был решен, заключалась в том, какой добрый Бог и какой злой Люцифер. То есть до этого момента, я так понимаю, Вселенная не могла определиться с тем, кто есть кто. Кто есть кто. По сути, крест оправдал Бога. Это был суд над Богом. Крест оправдал Бога и показал, что Бог не такой, о котором говорит сатана. Он клеветник, он обманщик, а Бог совершенно иной. И это сделала Голгофа. Хорошо, благодарю вас. У нас остается совсем мало времени. И, пожалуй, последний вопрос. Мы говорили о том, что Бог позволил, и позволил, и с другой стороны, он хочет, чтобы все спаслись, и проповедуется Евангелие. И с другой стороны, он позволяет тому, чтобы Люцифер творил дальше свои дела, чтобы открылось, ну, то есть, уже еще более открылись злые намерения его здесь, в мире. Но когда это все закончится? Когда придет конец этой великой борьбы? И имеет ли она конец, эта великая борьба? И где мы находимся? Где мы, как человечество, вот, и наши телезрители, я думаю, им тоже интересно знать, где мы находимся сегодня по отношению к концу, если такого существует? Да, мы видим, что Голговский крест, это не является окончательным решением великой борьбы. Это только один из этапов. Следующий этап, который будет происходить, это пришествие Иисуса Христа, где Он воскресит мертвых, чтобы мертвые во Христе могли увидеть торжество победы. Но еще останутся те люди, которые почили вне Господа. И поэтому через тысячу лет будет происходить окончательный суд. Вот когда в окончательном суде погибнет Сатана, и все, кто приняли его сторону, отвергли Господа, то есть когда уничтожатся все остатки зла, вот тогда наступит окончательное завершение великой борьбы. Когда не будет дьявола, не будет источника зла, и не будет тех последователей этого зла. Вселенная очистится, и наступит та гармония, которая была изначально до восстания Лицефера. Земля будет пересотворена по Писанию, в чудесной таком первозданной форме, как она была сон. Тогда, когда все будет чисто, когда уже во Вселенной не будет следов греха, горя, могилы, все уйдет. Вот сам Иисус сказал Иоанну Богослову, горе живущим на земле и на море, потому что к вам сошел дьявол в сильной ярости, зная, что немного ему остается времени. В этом благая весть для человека. Что ему немного остается времени. Немного. Благодарю вас за ваши ответы, дорогие друзья. Я также напоминаю вам, что вы можете через контакт-центр заказать наши уроки «Удивительные факты». Специальная серия разработана нашим телеканалом нашей программы для более глубокого изучения каждой из касающихся нами тем. На этом время наше дискуссии подошло к концу. Мы заканчиваем основную часть нашей программы. А сейчас я хотел бы передать слово Сергею Молчанову, который обратится к нам и к нашим телезрителям со словом. Вера, основанная на библейских фактах и многовековых традициях. Надежда, побеждающая смерть и опережающая время. Любовь, меняющая жизнь и дарующая вечность. Всё это вы найдёте в уроках «Верую». Звоните и заказывайте уже сегодня. Вы знаете, Священное Писание — это чудесная книга, которая «Невидимый мир» представляет нам в видимых законах. То есть, читая Священное Писание, мы начинаем понимать законы этой борьбы, и мы начинаем понимать, как нам бороться с тем невидимым миром, который ополчился против нас. Апостол Павел пишет, «Потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной». Оказывается, армия Люцифера, она организованная, она чёткая, там есть власти, там есть начальство, там есть мироправители. И самое опасное — это то, что эта армия невидима. Но Библия открывает нам законы этой борьбы, законы этой армии. И вы знаете, великая борьба даёт ответ на вопрос, почему святые люди тоже страдают. Потому что это вопрос извечный. Если Бог добрый, почему Иоанну Крестителю отрубили голову, почему апостолу Павлу отрубили голову? Но тогда вопрос о том, почему распяли Сына Божьего Иисуса Христа. Это говорит о том, насколько эта борьба серьёзно опасна на этой земле, что даже Сын Божий, придя на эту землю, он был убит силами зла. Я не хочу сказать сегодня, что знание закона великой борьбы обезопасит нас от всего. Нет, я далёк от этого. Но я глубоко убеждён об этом, говорит Священное Писание, что знание закона великой борьбы даст нам возможность до минимума свести в нашей жизни последствия этой великой борьбы. И эта великая борьба ведётся не пушками, не градами, не ураганами. Эта великая борьба ведётся характерами. Вот это очень важно понимать. В духовных мирах нет материальных базук, стрел, луков, копий, как иногда, может быть, показывают в каких-то фильмах, но на самом деле всё не так. В духовном мире не нужны космические корабли, не нужны выстрелы, там нужен характер. Поэтому суть великой борьбы – это борьба характера Иисуса Христа и борьба характера Люцифера. И когда мы поймём вот это главное, мы тогда будем понимать, что в великой борьбе, если мы не отражаем характера Иисуса Христа, мы тоже проиграем. Поэтому несколько слов о том, какой характер проявил Христос, какой характер проявил Люцифер. Мы сегодня уже касались этих мест, но я хочу обратить некоторое внимание. «Почему Люцифер вступил в борьбу?» «От красоты твоей возгодило сердце твоё, от тщеславия твоего ты погубил, мудрость твою, зато я повергну тебя на землю» Языкиль, 28 глава, 17 текст. Итак, самое главное, почему Люцифер проиграл, это гордыня. Поэтому вопрос, если я воспитываю в себе гордыню, если я воспитываю самовлюблённость, как написано о Люцифере, я уже остановлюсь на тот путь, где я могу быть поражён духами злобы, и они могут завладеть моим сердцем. Поэтому Писание говорит, больше всего хранимого храни сердце твоё, потому что из него источники жизни. В еврейском понятии, в библейском понятии сердце — это весь мой внутренний человек. Итак, первое, я должен хранить своего внутреннего человека от самовлюблённости, от красования, от тщеславия, от гордыни, потому что как раз из-за этого Писания говорит и погиб Люцифер. А какой же характер Иисуса Христа? «Ибо я кроток измерён сердцем». Интересный момент, когда Архангел Михаил спорит с дьяволом о теле Моисеевым, интересная суть этого спора, вот проявление двух характеров борьбы. Я читаю в современном переводе «Послание Иуды», первая глава, девятый текст. Когда Архангел Михаил спорит с сатаной, Архангел Михаил говорит следующее. «Он не позволил себе осудить его оскорблениями». Смотрите, как Бог борется. Никакого оскорбления, никакого осуждения. И вопрос, когда я с кем-то спорю, провожу дискуссию, то если я оскорбляю, если я осуждаю вопрос, за кем я иду, и кто будет иметь надо мной власть. Это очень важно. Он лишь сказал, пусть Господь запретит тебе. Поэтому Бог борется с мирением, крутостью, любовью. Дьявол борется со всеми другими противоположными методами борьбы. И дьявол развивает на земле эту идею. Везде агрессия, везде сила, везде нас хотят убедить, особенно молодёжь, чем будешь сильнее, чем будешь крепче, чем будешь агрессивнее, чем больше людей ты растолкаешь своими плечами, то тем больше ты чего-то достигнешь. Ну, на примере дьявола мы видим, что он достиг, не достиг ничего, кроме погибели. Но кто-то скажет, но осмирение и крутость, неужели оно имеет силу? Имеет. Писание подтверждает, кто сильнее, кроткий или агрессивный. Когда мы читаем Евангелие от Марка, первая глава, то там интересный момент, первая встреча Христа с бесами. И вот когда Христос вошёл в синагогу, человек, который был одержим духом нечистым, вдруг этот дух нечистый кричит Христу, смиренному, кроткому, следующие слова «Оставь!» Вы знаете, в переводе с греческого языка это слово обозначает изумление или страх. Дословно на греческом это слово звучит «Ах» или «Ох». То есть приходит смиренный, кроткий, нам иногда кажется, что надо пройти мускулистым, могучим, с восточными единоборствами, чтобы противостоять злу. Бесы не боятся мускулистых, бесы боятся кротких. И вот приходит кроткий, любящий Христос, и бес начинает мучиться, говорит «Оставь!» «Оставь!» «Что тебе до нас, Иисус Назарянин?» «Ты пришёл погубить нас!» Дорогие мои телезрители, вот что такое любовь, вот что такое смирение, кротость в нашем сердце, вот что такое мирная, спокойная, добрая жизнь. Это поражение дьявола. «Ты пришёл погубить нас!» «Знаю тебя!» «Кто ты?» «Святый Божий!» Дьявол знает силу любви. Поэтому с самого детства в каждом из нас он желает одно, он желает поразить в нас силу любви, для того, чтобы мы стали агрессивными, более злыми. Вы знаете, история, я не читал историю всех тиранов, всех деспотов на этой земле, но те биографии, которые я читал, говорят о том, что они в детстве просто не имели любви, к ним просто агрессивно относились. История Адольфа Гитлера, его отец Алоис, который был незаконно рождённый, человек, который всегда скрывал своё рождение, был очень агрессивный человек. И, в общем, то история говорит, что он просто издевался над Адольфом. И многие учёные пришли к выводу, что вот вся жизнь Адольфа, это была выплеснута та пружина, которая была сжата в детстве. История Саддама Хусейна, у которого тоже отчим был человек жёсткий, жестокий. В общем-то, говорят, что он иногда заставлял Саддама ночью уставать и идти пасти овец, просто вот для того, чтобы немножко над своим пасынком поиздеваться. Александр Македонский, который тоже был человеком, который хотел завоевать мир. И это, наверное, тоже была реакция на то, что его отец Филипп когда-то его в жизни очень жестоко унижал. Поэтому дьявол делает всё возможное, чтобы он нам уже в детстве были нанесены травмы, чтобы сделать нас закрытыми, агрессивными, чтобы перестать доверять даже иногда своим родителям, которые тоже иногда наносят нам травмы. И дьявол всё это проповедует. В телевизоре, в интернете, куда мы часто погружаемся, сплошная агрессия, сплошная тирания. Поэтому что с этим совсем делать? Как всё-таки обрести этот мир и покой? Как обрести победу в этой великой борьбе? Первое, дорогие друзья, не ходите к тем силам, которые сами являются силой тьмы, выдавая себя за Ангела Света. Знаете, многие люди, у которых депрессия, у которых большие переживания, которые выражаются потом в физических болях, идут к экстрасенсам, к магам, к гадателям, к астрологам, для того, чтобы они помогли им решить вопрос. Священное Писание чётко говорит, это Богом было запрещено. И Бог говорил, не должен находиться у тебя проводящий сына своего или дочь свою через огонь, прорицатель, гадатель, ворожея, чародей, обаятель, ну, на нашем языке это гипнотизёр, вызывающий духа, волшебник, и вопрощающий мёртвых. «Ибо мерзок пред Господом всякий, делающий это. Из-за сии этой мерзости Господь Бог твой изгонит их от лица твоего». У нас будет отдельная тема в нашей программе «Удивительные факты-2», где мы будем говорить об оккультизме, поэтому не будем сегодня на этом останавливаться. Просто единственное я хочу сказать, если мы идём на территорию врага, то мы никогда не выиграем борьбу. Второе правило – это молитва ко Христу всем сердце, потому что, когда мы молимся Христу, мы общаемся с любовью, с настоящей любовью. И эта любовь может исцелить и наше израненное сердце. Третье – прощение. Вы знаете, неспроста Бог заканчивает Ветхий Завет одним и тем же предупреждением, пророчеством. «И Он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их, чтоб я, придя, не поразил земли проклятием». Поэтому, если в нашем сердце какая-то горечь на наших родителей, то здесь написано «сердца детей нужно обратить к родителям». Я недавно, как пастор, беседовал с одним человеком, он говорит, «А я вот своих родителей не люблю, потому что та жизнь, которую они мне дали в детстве, кроме как пустоты, я ничего плохого о них не думаю, но я не могу полюбить. У меня пустота». И я посоветовал, дорогой мой, молись, чтобы Господь эту пустоту заполнил любовью. Пойди, обними, забудь все, потому что Бог говорит, если не пройдет вот этот этап возвращения сердец детям и детей и к отцам, то Бог говорит, земля будет поражена проклятия. К сожалению, у нас все меньше становится в этом мире родительской любви, любви к родителям. Я даже вижу некоторые моменты, когда венчаются или иду к ЗАГС, молодые люди, даже не попросив благословения родителей. Это очень важно для того, чтобы мы действительно не были на территории врага. Следующее, Слово Божье, оно работает. Вот это Слово, когда мы его читаем, изучаем, они многие программы в нашей голове преобразуют. И это Слово, это тот меч, которым сам Христос боролся против дьявола. Поэтому, если мы хотим побеждать в этой невидимой великой борьбе, Слово должно стать нашим мечом. Доверие Господу. Информационное поле. Мы сегодня говорили, что дьявол много делает для того, чтобы в фильмах, в интернете поражать наш разум, делать нас агрессивными, злыми. Поэтому очень важно нам быть разборчивыми в этой великой борьбе. Ну, конечно, самая наша главная победа в Господе. Кто-то, послушав сегодня мою проповедь, скажет, да у меня такое детство было, у меня такая жизнь была. Может быть, вы знаете, кто-то вышел из поколения алкоголиков, может кто-то вышел из поколения наркоманов, и вы, дорогие зрители, скажете, да вообще, наверное, из этого я не выберусь. Господь может все. В Писании написано, там, где умножается, грех преизобилует благодать. Поэтому, дорогие, не думайте, что если вы выходцы не из хорошей, благополучной семьи, у вас нет шанса. У вас есть шанс, потому что особую благодать Господь вам даст. И как пример, история извечнейшего нейрохирурга Бена Карсона. Он является заведующим отделением детской нейрохирургии в госпитале Хопкинса. Это самый известный госпиталь в медицинском мире. Но мало кто, может быть, даже предполагает, что Бен Карсон, он не знал своего отца. Мать его была безграмотная, которая просто убирала в доме богатых людей. И они вдвоем со своим братом были детьми улицы. И даже сама мама, которая потом рассказывала всю историю Бену Карсону, который написал книгу, она говорила, я не знала, что с вами делать. Но она говорила, но я знала, что Господь знает, что с вами делать. И я молила, молила каждый день Господа. Я говорила Господу, Господи, я не знаю, что можно сделать с этими ребятами, но я знаю, что ты можешь их сделать счастливыми, что ты можешь сделать их благополучными, благословенными. И она каждый день подбадривала самих ребят. Когда они сами уже понимали, что они терпят в жизни крушения, она приходила к ним и говорила, детки, Господь с нами, я молю его, вы будете лучше, чем вы есть. И результат выдающийся. Бог сделал чудо. Бен Карсон сейчас один из самых выдающихся нейрохирургов мира, который разделил даже мозг сиамских близнецов. У Бога есть все в великой борьбе. Дьявол прячет, дьявол думает, что он показывает нам, что он сильный, что он могучий, но Писание говорит, что перед именем Иисуса Христа преклоняется всякое колено земных, небесных и преисподних. Опять же, друзья мои, не хочу сказать, что когда мы станем на сторону Иисуса Христа, решится все наши проблемы, потому что великая борьба продолжается. И мы читаем в Библии самые святые люди, которые до конца были за Иисуса Христа, они тоже попадали под стрелы великой борьбы. Просто когда мы станем на сторону Иисуса Христа, мы к минимуму сведем все то, что дьявол может с нами делать. Итак, Бог есть любовь. Вот что Бог желает нам всем показать. Не только доказать, не только рассказать. Вот почему эта великая борьба продолжается и уже много тысячелетий. Вот почему великая борьба эта не закончилась в самом начале. Правильно мы сегодня говорили, наши эксперты говорили, что Бог в принципе мог бы уничтожить сатану сразу. Но тогда Вселенная не понимала бы, что такое любовь. Тогда Вселенная бы подумала, любовь это так, кто-то мне не нравится, я сразу его увожу с поля деятельности. Нет, Бог показал, что это не так. Бог показал, что Он готов идти до конца и в этой борьбе отдать Себя в Сыне только для того, чтобы вся Вселенная увидела Его великую любовь. Итак, Бог есть любовь. И чем больше эта любовь будет отражаться в нас, чем больше мы будем ближе к Богу, чем это будет еще одной маленькой победой Иисуса Христа. Дело в том, что Христос победил на Голгофе, но Он желает побеждать в каждом из нас. Вот почему борьба продолжается. В каждом сердечке наше ведется борьба. И как приятно Христу будет увидеть победу не только свою на Голгофе, но увидеть победу в моем сердце, в сердце всех присутствующих в этом зале, в сердце многих-многих-многих, кто живет на этой земле. Пусть Господь благословит нас, быть победителем. Пусть Господь благословит, чтобы в нашем сердце была победа Христа в этой великой борьбе. Аминь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова